Добрый день! Первой акцией стало запрошение людей с обмежеванными махшимостями у картинной галереи с урушением подарунков. Олег Свинтюров потекавился планами организаторов. Мы должны сегодня этим людям, люди, которые имеют ограниченные возможности, показать им, что все же мир наш, наверное, добрее, и люди наши добрее, и отзывчивее. У денег акции прознаются. Для шматка гозых убаченное заправдное открытие. Ничего аналогичного и они в своем житии еще не видели. Особливо великое урожение после знакомства за картинами святогорской мастачки Любови Руснак. У женщины не працуют руки и ноги, а тому подчас работы над творами она тримает пензель ротом. У неким роде это так само подарунок. На конкретном прикладе переконаться, что инвалидность – это не приговор. У нас была учительница, она историю пропадала. Она без одной ноги и без рук была с протезами ходила. Короче, тоже рисовала ногой и писала ногой. У меня такое сейчас ощущение. Где-то даже легче, душой даже легче. Что я так вот говорю, мне даже душой легче, что я здесь. Сегодня на Гомичине проживают, когда 600 молодых инвалидов. У рамках проекта «От чистого сердца-2» для них меркуется организовать неколько ранечников. Тым, кто приехать не сможет, урочить подарунки по месту жихарства. Головное – не покинуть никого без уваги. Общение тех людей, которые оказались даже в интернатах, они хотят общаться с теми людьми, которые живут в семьях, с теми же детьми, с теми же общественными объединениями. Для них это огромная радость. Доброчинная акция «От чистого сердца-2» притягнется до 13-го студеня. Все лета она проходит под патронажем областного выконавчика комитета. Сирот организаторов, так само телерадиокомпания «Гомель», областная организация «Червоного крыжа», Гомельская епархия Беларуской православной церквы, небояковость залез у инчих. У опочной годы это становится отметной рысой жихаров Беларуси. Некто может лечить это саправды неверогодным, але шматы, какие молодые инвалиды, николи не были бы дай у самым знакомитым местом Гомеля, на территории Паласова паркового ансамбля. По великим рахунку им не хапая «Звычайных человечек» взносин. Доброчинный проект «От чистого сердца-2» закликан на хотя бы частково выправить эту ситуацию. Даречи аквирование для молодых инвалидов сегодня принимается во всех организациях «Червоного крыжа». У Гомеля отбылась трансляция из Нью-Йорка оперной постановки «Червоная флейта». Она была написана в 1791 году Вольвенгом Амадеем Моцартом. У основы сюжета легла каска в духу популярных у той час народных феерой. Вероника Ворошилина с подробностями. Онлайн-трансляция оперной постановки «Червоная флейта» – пятая по лику для областного центра. По традиции, ее показ, як и демонстрацию всех попередних онлайн-постановок сусветных сцен Лондона, Нью-Йорка и Парижа, у кинотеатра «Мир» сопроводжалась с циковой культурно-забавляльной программой. Гости вечера могли отримать салоду от классичных инструментальных композиций мелодичной скрипки и «Червоного гучания флейты». До того, шоу вазе гостей были представлены яскравые и ведовишные танцевальные номары и вокальные оперные выступления. Наведовальникам кинотеатра таксама пропоновали поудельничать у конкурсах и викторинах наведанья сюжета оперы «Червоная флейта» и творчасти ее аутара Вольфханга Амадея Моцарта. Дарыча на думку организатора, упадобный перформанс, який попередничая показу постановки, выкликая неподробную цекавость у глядачоу, и он дозволяя им левше слабиться, а як выник, глыбей проникнуться великим мастацтвам. «Не часто приходится ходить на такие мероприятия, это обычно в больших столичных городах все проходит. Я очень рада, что именно в Гомеле можно посетить вот эти все мероприятия, и что радует, что организация на высшем уровне». Оперная постановка «Червоная флейта» была написана в 1791 году Вольфхангам Амадеям Моцарта. У основу сюжету легла каска у духу популярных у той час народных феерой. Принц Тамина отправляется на пошуки дашки цары цыночей памин, и ему треба пероадолеть шерых неопростых выпробований, першим зведать пашутёк Аханя. Оперная постановка «Червоная флейта» глядашам областного центра демонстровалась из Нью-Йорка. Треба отзнашить Гомель, першимся рот областных центров нашей краины, стал практиковать такую новую форму працы, як демонстрация постановок сусветных сцен. Эксперимент отрымался на славу, а тому театральный киносезон у кинотеатра города буде протягиваться и в наступном годе. Практика работы по показу таких спектаклей, опер, балет, балетных постановок показала, что они необходимы, они востребованы. И в 2016 году такая практика будет продолжена в наших кинотеатрах. Ежемесячно будет 2-3 постановки иметь место на экране кинотеатра имени Калинина или кинотеатра «Мир». Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телер, радуя компания «Гомель». Глядите, сегодня эфиры телеканала «Беларусь-Шатыры» новый выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». Як и, звичайно, гости студии расповедут об самых ярких и цікавых подеях життя областного центра. У первые часы программы размова подзе про модельный бизнес и об конкурсах при «Гажосте». Поспехи гомельских моделей и дизайнеров на национальном и международном узровне. Другий блок – журналисты телераду компании «Гомель» просветят информации об отражении историко-культурной испарчины Гомельского района и реализации тут аддукационного проекта. Глядите программу «19.1» на канале «Беларусь-Шатыры». Прошли матчи 1-8 финала у розыгрышу Кубка Беларуси по мини-футболе, правда, с пираменным поспехом для клуба Гомельской области. Рогачевский МКК пробиться у наступную стаду «Незмог». На свою территорию он заступил «Ахове Динамо» 4-10. А вот в РЗ дома разгромил столичный клуб «Динамо БНТУ-5-1». Матч проходил у спорткомплексе «Лакомотив». Одразу после этой пары на пляцовку вышли БЧ и агрокомбинат «Паудневые». Гэтый матч 1-8 Кубка Беларуси по мини-футболе перетворылся у Гомельской дерби, докладней дерби Гомельского района. З одного боку тешила, что хоть одна из команд региону абсолютно докладно позмагается в четвертьфинале. З іншого, один клуб так само докладно застанется ни с чем. Зусім недавно БЧ и агрокомбинат «Паудневые» состракались в рамках национального чемпионата. Болельщики чекали, что гэтый матч станет ремейком поединку 11-го тура. Тогда после напруженной борьбы перемогли чугуночники 4-2. «Паудневцы» имели на меру взять реванш. Да и на проход в четвертьфинал был только один шанс. Але до конца першого тайма лик бы уже 1-1. «Тяжелая борьба, тяжелая игра, хорошая самодача команды соперника. Ну, видите, немножко как-то нам в этом чемпионате не получается забить, уже даже пустые как бы не можем попасть. Ну, ничего. Главное, есть моменты, есть это, чуть психологически, чуть разгрузиться. И я думаю, что нормально. Ребята молодцы, старались, несмотря на то, что не получается». В целом, по равнанию с попередней сустречей, поудневцы выглядали крыху больше пыльнина. А вот БЧ допускала множество помылок. Некольки разу оказывались не реализованными, а маль стопроцентные моменты. Чугуночники били мимо пустых ворот. Тем не меньше одного выдатного розыгрышу им хапила для другого гола. Аутором якого стал Микит Андреевский. Со скрытком, али чугуночники пробились в четвертьфинал. Кто будет их соперником, поколь не вядома. Столица и Мапид свой матч 1-8 сгуляют только 6-го студеня. Не вядома и то, и с кем будет зручнее гулять БЧ. «Честно сказать, тяжелый вопрос. С Мапидом вроде бы мы и выигрывали, и столицу в том году выигрывали. Но тяжело. Я, честно говоря, даже предпочтений никому никаких не отдаю. С кем лучше, с кем удобнее. С кем будет, с кем будем играть. К тому будем готовиться». Вольга Вальченко, Яугин Макеенко, телерадио Компания Гомель. Новые регионы. Информацию о проектах телерадио Компании Гомель вы можете найти на нашем сайте и интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шбукова. Всего доброго и до встречи в эфире.